Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую! С вами Педро Мрауф и вы смотрите ежедневный обзор рынка. В течение этой программы мы посмотрим, что происходит на рынках Форекса, на рынке криптовалюты и также рассмотрим основные индексы и новости по фондовому рынку США, которые могут по-своему повлиять на рынок Форекс. Разберем экономический календарь, посмотрим, какие есть релизы на сегодня и в целом интродэй разберем, посмотрим, какие есть накопления энергии, какие может быть движения в течение дня, что произошло с прошлого раза и как мы смотрим на разные, как говорится, валютные пары, индексы и основные криптовалюты нашего рынка. Основная новость, которая касается сегодняшнего дня и относительно вчерашнего дня, но она все еще остается в топе, потому что сегодня ЕЦБ будет совещаться в районе, если не ошибаюсь, 15 часов. Сейчас посмотрим на календарь тоже расскажу. По поводу ЕЦБ есть вариант того, что ЕЦБ хочет уже встречать монетарную политику и это новость вчера, что она до сих пор в топе и сегодня встреча. Поэтому по поводу укрепления евро есть определенное подозрение, но лучше, чтобы понять, что будет в течение дня, какая будет волатильность на разных активах и валютных пар. Лучше посмотреть уже на экономический календарь сегодняшнего дня. Еврозона, вот как я сказал, 11.45, извините, да, то есть 11.45 по GMT, а если взять по МСК, сейчас у меня русский тоже есть, а вот, совещание, да, ну, около трех часов получается, извините, да, около трех часов, 14.45, все совещания ЕЦБ и по монетарной политике в целом, опять же, есть подозрение, что ставку они хотят повысить. Это не имеется в виду, что прям вот повысить его, но они хотят это сделать. То есть, тон остается ястребным и само по себе вот эта вероятность ужесточения мальтарной политики может удержать евро от дальнейшего падения по отношению к доллару, который, кстати, тоже относительно слабый. Мы, кстати, доллар тоже рассмотрим сегодня, его корреляцию с другими парами. 3.30, число первичных заявок на получение пособия по безработице США, которое очень важно. Тут мы видим, что идет на снижение. С этой недели, кстати, по рынку труда США данные были очень хорошими, но доллар не очень хорошо себя чувствует. Фондов рынок тоже относительно продолжает свою консолидацию в низах, то есть где-то где-то над основанием приблизительно, над поддержками и локальными. Мы это тоже рассмотрим сегодня. Пресконференция СРБ еще в 3.30. Запасы серого нефти, обращайте внимание, тут дефицит уменьшается, что может быть реально не очень хорошим сигналом для нефти, особенно исходя из последних новостей о том, что по факту Россия и Саудовская Аравия по-своему давят на цену нефть в последнее время. Большие, основные, как говорится, игроки в плане экспорта и хранения запасов сегодня. По поводу фондового рынка США, по поводу S&P 500, по поводу Dow Jones, исходя из их волатильности, просто исходя из них надвижения, просто делаем связь с корреляцией, обратной корреляцией доллара. Посмотрим по форексу, что может произойти, поэтому относительно такой системой я, собственно, пользуюсь и она хорошо работает. S&P 500 в канале нисходящем, Dow Jones тоже в канале нисходящем, но обращайте внимание, что здесь такой момент очень-очень-очень прикольный и интересный. S&P 500, отметку 4500 протестировал вчера, вернулся над него, сейчас его очередной раз протестировал с большими тенями снизу, но снова возвращается на эту отметку. Эта отметка является ближайшей психологической отметкой, которая есть вообще на графике. 4500, то есть очень просто, сейчас очень легко можно по факту сделать ставку на то, в случае ездится она будет выше 4500, это возможно при торможении спада как минимум, а если ниже 4500 спустится, то это скорее всего может добавить страху рынку, который уже, кстати, находится в страхе от развития распространения дельта-варианта и пиаска, который в некоторых странах происходит с вакцинацией и новостями, которые связаны с этим. Особенно из этого, то есть страх тут могут инвесторы просто перебавить, если цена спустится ниже 4500. Но если выше укрепится, это не факт того, что цена будет расти, но он просто будет укрепляться и, скорее всего, перестать падать. Поэтому отталкиваемся от отметки 4500, это очень классная отметка. И по Dow Jones тоже, кстати, относительно психологическая отметка, самая ближайшая, 35000, которая находится немножко выше, 35000. И цена под ней. Dow Jones показывает, кстати, слабость лучше и в целом более реальную картину. И по S&P даже приблизительно можно взять сигналы, которые раньше подаются Dow Jones, потом на S&P происходят. Есть такой момент. Тут есть своего рода развороты, но если цены будут выше 35000 хотя бы подниматься на время, то на время это при торможении роста может оказаться, ну, не на время, то есть очень быстро может закончиться. И цена может обвалиться ниже. Обращайте внимание, если цена поднимется на 35000, а по S&P 500 поднимется на 4500, и там будет волатильность не очень большая, и там амплитуда свечная будет очень низкая. И там будет по факту никакого там роста, никакого умеренного роста в каком-либо канале, да, как здесь, например, или хотя бы как здесь, или как здесь, или просто будет консолидация над этой отметкой, то это тоже может быть признаком того, что углубление вот спада, оно может еще раз, просто может еще раз произойти. Просто может еще раз покупатели, которые недавно решили воспользоваться этим моментом, этой отметкой, чтобы войти в рынок, просто можете их всех сбросить, снова хотеть вверх. Потом обращайте внимание на этот фактор, есть ли у нас амплитуда после укрепления над 4500 по индексу S&P 500 и по индексу Dow Jones, по итогам укрепления над 35000 будет сильно низкой, это нехороший сигнал. Доллар США, который имеет обратную корреляцию с нашими индексами, тоже по-своему не очень-то и хорошо себя чувствует, не очень-то и растет. Исходя из этой картины, исходя из потенциала, который есть в целом в доллар США, чтобы продлить свой спад, несмотря на то, что она приближается к неким поддержкам, но она есть, можно ставить на то, что, скорее всего, индексы могут расти и евро, фунт, автор лиц и новозявольцы тоже могут расти. Но сейчас в течение дня, либо же с начала американской сессии, нужно ожидать ретеста в середине этого импульса. Эта отметка существует 92,60. В случае, если протестируется, если цена не протестирует, ниже него закроется снова, фракталы создать и ниже пойдет, то это хороший знак. В плане того, что индексы могут дальше расти, евро, фунт тоже, и австралиец, и новозявольцы тоже. В случае, если цена поднимется и будет поджиматься 92,60 и выше подниматься еще, то это не очень хороший сигнал. Возможно, скорее всего, мы тут столкнемся с приторможением роста по евро, по фунту, по австралийцу, по новозявольцу, которые, кстати, недавно произошли. И очень красиво они произошли, очень такие неплохие импульсы были. Вот по евро не очень видно, по фунту больше видно, по австралийцу тоже вот этот импульс. И вот здесь. И как мы видим, тут тоже ближайшие максимумы находятся ниже нынешнего расположения цены. И цена вроде хочет еще развернуть, но все равно вероятность разворота тут можно учитывать. Имеется в виду вот роста, коррекционного роста доллара США. По поводу евро, отталкиваться от 1,1840, среди того, чтобы протестировали эту отметку, потом развернулись, скорее всего. В случае, если мы поджимаемся к этим отметкам 1,1840, 1,1845, то, скорее всего, дальше нас ждет продолжение роста. Тут отметка довольно тоже сильная, тут range больше, тут больше диапазон консолидации, чем отметка. Поэтому, в целом, по поводу покупок по евро, по фунту, если не ниже 1,1820 находимся, то это уже хорошо. По фунту тоже, по факту, если мы не спустимся ниже психологической отметки 1,38, то это уже хорошо. Обращайте внимание, как будут ближайшие минимумы ретестнуться. Если с сильными, большими импульсами, то это хорошо, значит, цена, скорее всего, развернется. Если цена будет просто маленькой амплитудой продолжать снижаться и закрепляться за отметками 1,38 по фунту, а 1,1820 по евро, то это не очень хорошо. Но, в целом, сценарий говорит о том, что доллар, скорее всего, может дальше упасть, то есть у него и есть этот потенциал. Но риск, который мы показали, это именно вероятность его коррекционного роста до середины предыдущего его нисходящего импульса. Австралиец тоже, 0,7360 приблизительно может тестироваться в ближайшее время, 0,71 по Новозеландцу USD. Но, в целом, пока не находимся ниже вот этого сопротивления по USD, оно есть, кстати, и в евро, и в пункте. 0,71,10 по австралицу 0,73,60 лучше взять. По итогам экриволитета можно посмотреть, что дальше будет, можно ли предъявлять покупки. По поводу золота и его консолидации, смотрите, как он разнес всех по итогам приближения и ретеста отметки, очень важной отметки, 1800. К этим отметкам, когда золото приближается, тут только уже аналитику можно включить, трейдинг не очень. Почему? Потому что тут расширяющаяся формация его видно, и это именно момент, когда нельзя торговать. 1800 долларов, очень хорошая отметка, по дне продажи, на дне покупки уже продолжается тенденция, пару месяцев как минимум от этого отталкивается, и она очень хорошо работает. Поэтому неопределенность по золоту есть. Единственное, что радует, это в целом приближение холодного сезона, увеличение, опять же, как радует, заболевание ковида, фиаско с вакцинами и так далее. Покупатели золота, да, то есть защитных активов, может радовать. 1800 долларов и выше, скорее всего, 1810, диапазон, который может в дальнейшем протестироваться, поскольку мы уже отбились от локальной поддержки, закрылись по факту над ней и еще раз над ней закрылись. Но лучше ставить на то, что после ретеста 1810-1810 мы можем получить какое-то приторможение просто. По серебру тоже тут амплитуда очень сильная, и мы приближаемся к тоже диапазону такому зеркальному. 24-20-24. 24-20-24 доллара протестируется, дальше будет видно, что произойдет с ценой. Если сильно импульсивно ретестнится этот диапазон, либо же цена будет создавать фракталы под ней и просто спускаться постепенно, то это не очень хорошо. Лучше всего это поджатие, это своего рода приторможение роста где-то здесь приблизительно и поджатие вверх, или же консолидация, или же нисходящий флаг. То есть, если такие конфигурации будут на 5-минутке, на 15-минутке по итогам ретеста таких важных отметок, либо же диапазонов, то можно больше, лучше определиться в дальнейшем, что с этим активом делать. По нефти ситуация, кстати, здесь смотрится относительно в среднем сроке хорошо, но в краткосроке нет, к сожалению. 69 долларов тестируются, много раз протестировали его в последнее время, поднимались над ней, сейчас она снова над ней, но тестируют ее. Вероятность исходящего импульса с целью того, чтобы сбросить покупателей, которые зашли недавно, присутствуют. 69, 68, 40, 68, 60 диапазон с ближайшей коррекцией вниз, а затем, скорее всего, развернемся снова вверх. Поэтому тут нужно обращать внимание, что особенно из-за вот этого роста доллара, который по факту может произойти, тут нефть тоже немножко может пострадать, но, опять же, коррекционно, да, то есть коррекционное снижение, не вечное, не долгое, а кратковременное. По поводу биткоина и по поводу эфириума, со вчера был, кстати, у нас эфир по нем, и, ну, речь шла о том, что цена может протестировать еще раз импульсивно, но этой вероятности очень мало, в локальные минимумы. Как мы видим, смотрится относительно хорошо, но вот снижение максимумов по биткоину очень сильно смущает. Единственное, что эфириум смотрится гораздо лучше, укрепляется постепенно над максимумами ближайшими. Отметок психологических рядом нет, определенность, ну, есть, то есть, если цена пробьет 3600-3650, как минимум, то дальше, скорее всего, рост. Но если мы не сможем пробить эти отметки, я думаю, что цена может еще продолжать боковик. А по поводу биткоина, тут нужно отталкиваться от будущего ретеста локальной поддержки. Если цена не хочет его пробивать в бежащие там дни, то это хорошо. Если цена его пробьет, то, скорее всего, пройдет такой путь до 43 тысячи 80 или 20, но не больше. Ну, возможно, такой путь. Но затем, скорее всего, будет укрепление. Тут видно, что, ну, просто из-за фундаментальной причины, почему вообще произошел этот спад, он был не спекулятивным, он был по определенным причинам с целью фиксации, с целью фиксации прибыли и так далее. И в целом его драйвером стал СЭК, орган-регулятор США, цена бумага. Поэтому по поводу их можно сказать, что по факту за эти, за этой фиксации, возможно, следует дождать последующего роста. Ну, берем золотую середину предыдущего импульса и по эфириуму, и по биткоину с целью того, чтобы забрать короткосрочную прибыль. То есть, 3700 по эфириуму и по биткоину 5000. Лучше 49 тысяч. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Надеюсь, что он вам понравился. В случае, если будут вопросы, обязательно задавайте, пишите под комментарий. Не забудьте, что у нас сейчас происходят разные акции. По поводу одного из этих акций мы вчера рассказали. Выигрыш, который является 500 долларов на счет. Нужно для этого записаться в чат трейдеров. И, кстати, у нас идут акции еще по курсам. Да, то есть, у нас по курсам на сайте Cartel Traders Club. Если что, курсы разных трейдеров наших. И вы можете их приобрести со скидками. Там идут акции очень классные. В случае есть, и вам интересно, обязательно посмотрите, проверьте. Не забудьте подписываться на наш канал. И нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе последующих видео, которые выйдут у нас. Разные видео выходят. Прямые эфиры есть. Поэтому нужно нажать на колокольчик. Нужно, в первую очередь, конечно, подписаться, если вы еще подписались. И нажать на колокольчик, чтобы в курсе, когда эти эфиры начинаются. Чтобы не пропускать. До следующей встречи, до завтра, друзья. Всем хорошей торговли. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok